Всем привет! В этом видео покажу, как я готовлю жареную картошку с печенью. Печень я сегодня буду использовать баранью. Можно заменить ее на говяжью. Можно, конечно, на печень курицы, но я лично ее не очень люблю. Как сделать так, чтобы картошка получилась золотистая и вкусная, а печень не сухая? А также покажу, как я обрабатываю печень перед жаркой. Для этого рецепта я беру небольшой кусочек бараньи печени. Печень необходимо сполоснуть и нарезать на небольшие кусочки. Я нарезаю толщиной полсантиметра. Затем перекладываю миску и засыпаю пищевой содой 1 столовая ложка, а также вливаю 150 мл холодной воды. Хорошо перемешиваю и даю постоять 5-10 минут. После этого печень необходимо хорошо промыть под проточной водой и откинуть на дуршлаг. Для жарки картофеля я сегодня буду использовать топленый бараний жир. Этот рецепт у меня еще не вышел на канале, но есть рецепт топленого нутряного говяжьего жира. Ссылку я оставлю в описании. В глубокую сковородку кладу 50-70 граммов топленого жира. Как только он растает и хорошо разогреется, выкладываю нарезанный картофель. Примерно 500 граммов. И обжариваю на сильном огне. Вначале накрываю крышкой. Картошка должна со всех сторон зарумяниться. Накрываю крышкой я для того, чтобы она быстрее приготовилась внутри и стала мягкой. Затем огонь убавляю до среднего, убираю крышкой и дожариваю картофель до готовности. В конце добавляю соль. У меня на жарку картофеля ушло 15 минут. Это будет зависеть от сорта и размера кусочков. Готовый картофель убираю со сковородки, а туда же отправляю нарезанную кусочками печень, промытую и откинутую на дуршлаг. Печень готовится очень-очень быстро. Обжариваю на сильном огне буквально 1 минуту. Затем переворачиваю на другую сторону. Самое главное печень не пересушить. Поймать момент, когда она сочная. Тогда она получится очень вкусная. Такие кусочки, как у меня, готовятся буквально 2-3 минуты. После того, как перевернула печень, ставлю средний огонь. Добавляю соль, черный перец по вкусу. Если обратили внимание, на моих кусочках печени еще были красные капли. И сверху высыпаю жареный готовый картофель. Теперь блюду необходимо дойти на медленном огне буквально еще 1 минуту. Можно сразу же, не отходя от плиты, пробовать кусочки печени на готовность. Как только внутри исчезнет красный сок, все готово. В конце украшаю картошку с печенью красным сладким луком. И сразу же в горячем виде подаю к столу. Кто знает, баранина и бараний жир очень быстро застывает. Буквально при комнатной температуре он начинает затвердевать. Поэтому баранину нужно есть только горячий и запивать ее горячим чаем. Если вам понравился этот рецепт, обязательно ставьте лайк, чтобы не потерять его. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. На моем канале много вкусных и экономных рецептов. А я с вами на этом прощаюсь. Желаю вам приятного аппетита, хорошего дня и отличного настроения. До новых вкусных встреч! Субтитры сделал DimaTorzok